Мы проводим беседы, ответ на вопросы, и это у нас целая серия бесед, они называются «Во свете Библии». Для православных это, может быть, никакого значения даже не имеет, но мало что там сказано. Уже отзывы эти идут. Что вы с Библией носитесь, как баптисты какие-то? Слово Божие говорит, чтобы мы к нему постоянно обращались. И поэтому, какие вопросы идут, я рассматриваю на основании Библии. Если в этой святой книге этого нет, разговор можно заканчивать. Чего нет в Библии, Златоуз говорит, о том не рассуждаем. Вопрос ясный. Так, какие вопросы сегодня? Сегодня вопрос о благовестии, о проповеди. Вот в своих проповедях о Христе, о спасении души, да и в беседах различных. Вы часто говорите о себе, не просто касаетесь себя, а прямо рассказываете о себе, примеры приводите из своей жизни, из жизни ваших близких или знакомых. И, знаете, когда вы говорите проповедь о Христе, о спасении души, любой души какой-то, то это может на людей, которые слушают вас, влиять, ну, как бы, смущать их, какие-то испытания для них, это душевные переживания. Вы не можете на основании Слова Божия... То есть, почему я обращаюсь к примеру своей жизни? Да, почему именно вы о себе говорите? В первую очередь, нужно сказать людям, кто я. Вот в эфире появляется, говорит, предлагает такой-то сайт. Иса, а кто такой Лапкин? Я, ну, не слышал. Я что должен сказать? Все, вопрос провокационный, я должен спрятаться. Я так не рассуждаю. У меня совершенно иной подход ко всему, что вот делают люди. Для меня авторитетов практически нету, таких, которые рядом были бы. И поэтому священники даже обвиняют, ну, у вас духовного отца не было, и вот поэтому вы так росли, как дичок в поле. Я принимаю эти слова и начинаю их рассматривать. Да, так. Именно так, что мою душу никто из вас не уродовал. Я у Бога на все просил откровения. И мне это было дано. Не через мои там размышления только, а куда мне обратиться. Это было... Я сразу должен сказать, отчего у меня такие мысли были. Я избранник Божий. И это для всех понятно. В семье у нас было 10 детей. 10. Но вот эта тяга к духовному, размышления о духовном, она была в таком виде только у меня. Она резко выражалась. Ни приятия никакой лжи. Ну, я должен как сказать? Я не пойму вообще, почему людей это так смущает, когда обращаемся к опыту своей жизни. Вот, допустим, вышла книга такая, называется «Для слова Божия нет уз». Это я на площади перед микрофоном. В этот день готовились громить коммунистов. И меня увидели в толпе. Уже трибуны стояли, уже там назначены ораторы друг за другом. И меня увидели. Бегом сбежала милиция. Я ничего не понял даже. Они в толпу. Меня схватили под руки. Я думаю, опять арестовали. Я освободился в 87-м. Это в 91-м году было. Они ничего. Вас там ждут. И показывают, там, председатель тогда из полкома был. Увидели вас в толпе. И скорее сюда. Потому что очень тревожная накаленная обстановка. Просто коммунисты в этот день боялись, говорят, там в домах будут, как в Азербайджане, или где-то резать их. Они за меня на трибуну. А у меня был с собой новый завет. Я вот сразу встал и стал говорить. Я понял, в чем дело. После моего выступления накал полностью был сбит. И дальше спокойно уже выступали. Потом они мне подходили. Я знаю, как бы я и КГБ, и кто бы ни были. Как благодарили. Как вот вы могли так к ним подойти. Но не моя эта оценка. Я должен это скрыть и не говорить. Я должен опыт передать. Те, которые нас обвиняют, они должны что-то представить лучшее. А если у них ничего нет, кроме обвинения необоснованного, то какой я? Обычно так. Какого-то епископа обвиняют в нехороших грехах. Там связи с детьми и прочее. И он полностью молчит. Нигде ничего нет. О! Правду говорят. Видишь, рот заткнули как. А если бы неправда была. У меня так. На выпад против меня. На удар. Я отвечаю серией ударов. Рассчитанных, подтвержденных. Допустим, я начальник детского лагеря. Я не должен это говорить. А как ко мне дети приедут тогда? Я являюсь основателем лагеря. Единственного в Советском Союзе. Основанного на православных, христианских, древних обычаях. Меня преследовали. Каждый год лагерь сжигали. Дотла. 18 раз сжигали. А мы заново из пепла восставали. Я не должен это говорить. А с кого писать образ? Просто я им указываю на Христа, что во мне это преобразовал Христос. Себе я ничего не приписываю. Я должен это показать? Или не должен? Должен спрятаться. А что они коммунисты? Ну коммунистам надо было, чтобы это уничтожить. Вот это написано. Это книга. 752 страницы. Когда я вернулся первый раз из заключения, тут сказать нужно, в 80-м году, то мне много изъяли, много вернули. А второй раз, в 86-м году, как говорится, загремел в лагерь и освободился в 87-м по указу Президию Верховного Совета СССР от 15 марта 87-го года. Я не должен об этом говорить? Но это моя жизнь. Я всегда становился, почему так это их трогает? Что бы я ни делал, я не должен говорить. Но здесь кто первый? Начал собирать материалы Николай Балашов. Священник, он по внешним делам церкви, патриарша. Вот в деле объединения, как называют, о каноническом архе признания друг друга, он тут главнейшую роль играл у патриарха Кирилла. Алексия тогда еще. А второе здесь, иеромонах второй, на фанаил. И здесь это сборник документов. Документов. Фотографии везде. Я где обратился, это мои как бы духовные родители, вот она стоит, Михаил и Анна. Они пятидесятники. Ой, да лучше бы не говорили, а то вас будут зазирать, вы сектанты, так вас за сектанты считают. Вы уж против мощей. Ну вот я сфотографировал, я помещаю. Когда я освободился, то был реабилитирован. Ну и по закону мне должны были предоставить мои дела, тома. Я сидел там каждый день, приходил и выписывал. Выписывал, а потом это все помещено здесь. Я выписал не то, где обо мне говорили хорошо свидетели на суде. В 86-м году в Краевом суде. Все. Самые поганые, подлые, лживые обвинения от священца патриархийного. Я все поместил здесь. Я что сделал не так? У меня закавычины взято в кавычки. Моя вина какая? Что, скрыть это надо? А что вы боитесь? Я не боюсь. Я называю фамилии, кто меня посадил, кто докладывал, кто что писал. Там все в деле есть. До самой маленькой записки. Я все выписал. Я указываю, какой том моего дела и какая страница на обороте или где. В этом тоже обвинение. А вот вы говорите так, все пишите, к вам будут плохо относиться, дескать, это надо было загладить. Я не канонизирую себя. Когда людей канонизируют, то все, что кажется сомнительным, плохим, все убирает. Стилизует называется. Я абсолютный противник этого. Все как было. Я уважаю очень своих считателей. Поэтому поместил все. Какие у нас неурядицы, строящиеся с нуля православной деревни. Самое малейшее. Я в проповеди отражал это для того, чтобы знали, куда приложить силы и как это дело положение исправить. А замазать все, что ничего нет, у нас все хорошо, это у старообрядцев и у ЦК КПСС. Поэтому то и другое тонет на дне или разрушается. Нужно себя поставить во свет Слово Божие. Исайя 5.20. Если нет там света, то чего там слушать-то, если не по Слову Божию. Поэтому все эти обвинения я уже слышал многократно. Но они меня почему-то совершенно не трогают. Я вижу, что это люди Бога не знают. Им разницы никакой нет. Уверуют люди, не уверуют. Я спрашиваю, вы читали книгу «Житие Протопопа Ваху» моим самим написанное. Заголовок на корочке. Ну, читали. Так а разве «Житие» сам человек пишет? Я говорю, книга, пока подождите судить-то. Ну, а как по-другому? Она была бы, может, по-другому названа. Что бы мы знали из того времени, это древнейший, ценнейший материал. Ну, слово о полку Игоря-то ничего нам не говорит. А это христианин. Вот поставил и достали раскол. Там были, видимо, и те, которые рецензировали, были советники какие-то из старообрядцев. Там показано все, как ясно. На основании его книги он бы не писал, ничего не было. Даже пустое топорище он там сидел, выдал был, и туда закладывал. А эти ехали, а быщут, еще нету топоры с собой у кучера. Там внутри топорище было. И это мы знаем. И как он шел, и как падал, и что говорила жена. Все написано. Что Анастасия Марковна ему говорила? До Коли. До самой смерти Марковна. Это в поговорку вошло. А теперь в книгах пишут, знаете, в вашей биографии вы как Солженицын. Такой же неуступчивый, так же вот идиоте. Меня это не касается. До кого я похож? Я знаю, что скрывать свою жизнь грех, о которой завидуют, это от зависти люди говорят. Они желают, чтобы нигде ничего не было известно. А как? Продали в рабство Иосифа им все. Одежду кровавую показали. А он не боялся, фиксировал, как он был, какие сны видел. А за это время, когда он был, про братья поделась, ни строчки не написано. Почему? Да ничего и нету там. Им писать нечего. А про него ставят фильмы сегодня. Как обвинила его жена. Как он показал Саламудрия. Как он в тюрьме страдал. Кому какие слова сказал, прямая речь. Кто это дал-то? Не братья же это. Это он сохранил сам. Он написал свою автобиографию. У бапсистов, кто сидели, вот Азаров, Михаил, Николай Ерофеевич, Бойко. Это целые книги вышли. Почему их не обвиняют? Как он был, как пошел на двор, как бумажку нашел. Он даже об этом пишет. А на бумажке смятый, очень наш. И он обратился. А как по-другому мы бы узнали? Почему меня в этом обвиняют? Я спрашиваю, в чем моя винасть? Я рассказал, как это было. Вы это не делайте. Я говорю, да сегодня такое время. Сейчас ничего нельзя сделать. Я говорю, неправда. Неправда. Все считали, что рухнуло царство. И Давыда нет. Давид умер. Поплакали. И все. Ничего подобного. У него премудрый сын будет. И далее. Я решил. Я думал. И постоянно. Считайте христианство. На одном я все построю на книгу. Развел сады. Завел певиц. Я. Я. Почему? А как по-другому узнали бы? Вот этот дух коллективизма сегодня мы. Домыкались. Нужно уметь брать ответственность на себя. Да, я начальник лагеря. Я его основатель. И поэтому все удары принимаю. Меня в один год только три уголовных дела против меня завели. И все рухнуло. Я подал в суд. Все процессы выиграл. Московский комсомолист. На меня там профессура. Еврейская организация. ВНЗР. КПРФ. Это все против меня одного. Я показал образец вам. Выстроить можно. Так мне руку вот так жали. Краевой администрации. Краевой прокуратуре. Мы никогда не думали, чтобы выиграть эти процессы. Против кого? ГТРК. Они Москве подчиняются. Там такая уже не волосатая, а рогатая рука. И ничего не могли сделать. Почему? Мы все молились. И все отступило, отхлынуло. Им нужно было уничтожить лагерь. Через санэпидемстанцию. Что? Ничего не получилось. Теперь пример. А, вот вы любите судиться, сутяшничаете? Да. Они меня вынуждают. И мне это не запрещено ни канонами, ни как. Павел говорит, требуя суда о Кесаре. Иосиф говорит, напомните фараону, что я невинно судил. Я вот где сижу сейчас, это два домика, я выиграл. Одиннадцать лет шел суд, и я его выиграл. Благодаря тому, что есть Верховный суд РСФСР, Верховный суд СССР, да у него еще есть президиум Верховного суда. И благодаря президиуму, который все дела отменил, и заново начали рассматривать. А у меня одиннадцать миллиардов было в иске. Я создал самую крупную в мире духовную фанатеку. Это сегодня понятно. А кто должен я сказать, кто создал ее? Не Пушкин же ее создал. Я вопросы тоже задаю, которые мне дают, я их размучаю. А почему до вас это никто не сделал? Я не могу на этот вопрос ответить. Я избранник, меня Бог и избрал на это. Почему вы не бунтуете, потому что третью часть жизни просыпаете 8 часов? Я забунтовал. И уменьшил сон до 2,5 часов. Это не год, не два я держал на этом. Это моя жизнь. И когда КГБ, МГБ меня арестовало, закончилось все. И приезжает, ну потом он полковник стал, а майор стал, генерал-майор в охране, путь этого, Ельцина, Бориса Николаевича. Это на мне, которые задействованы были, считали, что действует несколько больших отделов в Сибири. А оказалось один человек. Для них это было как? Я просто некоторые места хотел даже показать. Тут не видно, может быть, будет. Я сейчас увеличу его. Это в Москве есть, около храма Христа Спасителя, там храм на Берсеневке, Николы, называют где-то. И там отец Кирилл Сахаров. И вот он приезжал здесь, и он издал книги. Вот эта третья книга у него, он писатель настоящий, талантливый. Это книга воспоминаний, вот третья книга. Вот я открою, чтобы видно было. Он их мне присылает. И в первой книге он написал, как приезжал сюда с детьми. Приезжал, в детский лагерь у меня были. И он все описал. И что? Он описал, а я не имею права теперь поместить ее у себя в книге. Или я не пойму, в чем смысл тогда. И вот он что пишет. А этот человек по всему миру везде изъездил. Сколько сроков он был председатель молодежного братства России. У него там и патриарх, и все. Он единственный в Москве, который не получил ННН на храм. Ну что-то стоит, это они постоянно об этом говорят, подчеркивают. Это единственный человек, который, находясь в патриархии, службу ведет по-старообрядчески. Это не единоведчески. Это, ну, самый настоящий патриархийный, московской патриархии. Рядом живет, он, служба, прям, ну, через мост, только перейти от храма Христа Спасителя, и тут же стоит храм. И вот он у нас когда был и написал. Прочитаю слух. Одно из самых моих сильных впечатлений в жизни – жизнь в Потеряевке и общение с Игнатием. Исключительно одаренная, богата духовная личность. Постоянно открываются новые и новые грани. Ежедневно общаешься с пяти утра до девяти вечера. И каждый день неповторим. Десятки новых примеров, никаких повторов, никакой скучноты, новые краски и грани. Обращаясь к прихожанам храма, я сказал, все, что я говорю вам, как видите, довольно остро. Но я просто хочу воспроизвести вам образ человека, который влияет на миллионы людей, известен в масштабе России, тысячи кассет, публикаций, кинофильмы про него показывают. Это явление нельзя игнорировать. Можно принимать далеко не все. Я с ним спорил по многим вопросам. Но это целое явление. Поэтому важно иметь представление о нем. И провести правильный анализ того, что он говорит. Отсеять рациональное зерно от того, что для нас неприемлемо. Ну много он что тут сказал. Это он сказал в своей книге. Распространил на весь мир. Какая моя вина, если я это перепечатал и сказал. Ну я-то еще живой перед вами. Потому что постоянно говорят, ничего нельзя сделать, напрасно, сектанты нападают. Я должен сидеть вот так, когда 50 лет миссионер. Я тогда говорю, ну в моем доме вот обратились. Его готовятся канонизировать. Яковлев Григорий, отец Григорий. Кришнаид голову отрезал. Тура. А он в моем доме обратился. И он везде это подчеркивал. Отец Геннадий Фас, минонит, немец, преподаватель бывшего Томского университета, физик-математик. В моем доме он делается православным. В моем доме он везде это подчеркивает. Теперь закончил семинарию Академии Московской, магистрат богословия. Какие книги он выпускает. Какая моя вина, если я об этом говорю, показываю? Конкретно. В чем вина? То они обратились? Нет. Или говорить об этом нельзя? Так вы меня понуждаете к этому, говорите, сегодня напрасно, нельзя ничего делать. Как это нельзя? Я говорю, можно делать. Я просто спрошу. Из живых православной церкви, которые сидели в лагерях, не за что-то, за слово Божие, не то, что попов брали, там лишние награбленные деньги у них издели, вы покажите мне от Москвы до Дальнего Востока еще одного. Меня Бог избрал на это. Я прошел пять тюрем. Я просто смотрю на свою жизнь. Пять лет ребенка спросите, какая у него мысль, кем он хочет быть? Ну, космонавтом. Ну, больше что. Ну, сегодня может быть артистом или еще что-то. Я в пять лет уже знал, кем я буду. Я должен быть террористом. У меня уже оружие везде, патроны натолканы были. Я стрелял и стрелял. А для чего? Убивать коммунистов. За поруганную родину. Пятилетний ребенок. Я плакал слезами, видя все эти развалины, как людей раскулачивали. Вы найдете мне еще, как он говорит, отец Кирилл. Я должен это сказать. Это моя биография. Моя. У меня жизнь была похожа на саму. Но Бог меня обратил. Люди говорят, ну ладно, зачем вы говорите, что вы обратились у пятидесят. Тогда они соединены с баптистом были. А как я должен говорить? Библию я там получил. Я не был пятидесятником, баптистом ни одной минуты. Но уже через три месяца я стоял на кафедре. Во всех столичных городах я проповедовал. И они везде представляли. К нам приехал православный проповедник. И я говорил у них. У баптистов. Повторяю, у баптистов. Я не должен об этом говорить. Я молодым говорил. И он начинает работать. Да вот там нельзя, тут другое. Все тут стонут, где-то ноют. Как будто все из Ноева потопа вылезли. Я пишу свою биографию. Это моя биография. Вот учебники выходят. Закон Божий. Показывает, как слагать пальцы. Ну почему рядом не сказать, что не так было. Янг, Златоуст крестились одним перстом. Одним. Во времена Милетия, когда возникла ересь Ария. Против него было учение Троицы. Выражено в этом. Когда монофилист, то возникло два перста. И Русь так крестилась. Почему это скрывается от народа? А теперь, да это равно, спасительно. А я об этом говорю и так молюсь. Где бы обвинения ни было, я говорю, конкретно, что я сделал не так? Вот он выпускает сейчас третья книга. Третье воспоминание. Это его жизнь. Его воспоминания. Отца Кирилла. Третья книга. Так-то он пишет о себе. В кавычки он ничего взять не может. У меня она вся книга. Вот это вот из кавычек состоит. Газета такая-то. Кавычки открыты. Дальше перепечатаны. Номер такой-то там-то. Кинофильм такой-то. Кинофильм государственный. Я должен вскрыть это? Я не пойму вообще смысл-то какой. Я приехал в Америку. Меня буквально на разрыв везде тянут. Ваш фильм. Такое популярное предчувствие. Режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич. Это Красноярский фериал от Свердловской документальной киностудии. Первое место на международном киноконкурсе. Меня селом затянули в этот фильм. А теперь говорят, как бы не Лапкин, вы бы вообще никакой премии не получили. Второе он специально ставит обо мне. Мое прозвище Златоуст. Прозвище. Я его не достоин. Из Потеряевки. Фильм занимает первое место в России. Я его не должен вставить. Ну, два фильма и первое место занимает. Третье просто убили. Убили или как он там умер, считают. Фильм Новосибирской киностудии ОПЬ. Второе Крещение Руси или Глаз Попиющего. Причем здесь я. Ну, ставят фильм. Вот здесь был Евдокимов Михаил Сергеевич, кажется. Ну, вот он умер, погиб. О нем фильм составили. Там деньги собирали, сколько они. Фильм поставили. Его никто и не знает. А какое ему место? Да никакого. Ну, моя ли это вина, что в международном киноконкурсе или в России профессора ГИКа, пять епископов было, они присваивают первое место. Какая моя вина? А вы об этом говорите. Ну, я себе этот фильм даю. Прошлые годы, еще, да, потом, как посадить. Я желал, чтобы люди знали толкование святых отцов. Книг-то не было. Ну, почему-то меня никто об этом не думал или как? Ну, думали. Ну, а кроме думы вашей, что еще было? Я поставил задачу. Людям дать знать. И самый современный магнитофон, покажи он какой. Да, вот как раз лежит он. Это маяк 205. Скинь с него вот это зеленое стени потихоньку в сторону. Вот так, вот так. Покажи просто. Вот он. Маяк 205. 320 рублей. А у меня зарплата была 72 рубля. Ну, понимаете? А один магнитофон, чтобы ухвить, сколько я должен работать? Но я их покупаю 15. Тон-студия. Бог сразу же дает мне великого мастера. От Божья, от Бога. Речкунов. Леонид Ильич. Алеша звали. Вот как Брежнев Леонид Ильич. И он мне все настраивает. Как говорит, что было. Я начитываю Библию от корки до корки. Начитываю архипелаг ГУЛАГ. 12 томов Иоанна Златоуста. Переводя все места писания, которые там в книгах по-славянски, на русский язык. Но читать нельзя. Я просто косо читаю. Я знаю, о чем говорится. Цитирую, просто цитирую, что там написано. Почему никто не взялся? Далее. 12 томов Жития Святых. 5 томов Добротолюбия. 4 книги Григория Ильиченко. Это по 900 страниц почти книги. Это не читать, а начитать. А начитать это... Надо, чтобы выражение было. Потому что я понимал, о чем считаю-то. Это сколько же надо было там голосовых связок, сколько зрения. Но это было сделано. И 50 книг, аудио я насчитал и распространил. Буквально по всему миру разошлось. И в Аргентине, и везде слушали. Я вопросом, почему никто этого не делал? Чего вы мне наступаете на пятки-то? По сегодняшний день никто не сделал. Ну ладно. Заново пришлось после освобождения пересчитать Библию и архипелаг ГУЛАГ. Насчитать уже в электронной версии. На диск сразу. Но остальное-то я не могу пересчитать. Ослабленное зрение. Потому что я провел здесь только за 9 лет более 30 тысяч часов за компьютером. Учитывая того, что мне 73 года уже. Меня 13 дней держали в морозилке в арестованного. У меня бронхи полетели как тряпки. Должен голос быть хороший. Хорошее дыхание, хорошие зубы. Зубов нет. У меня в руке все выверщено. Но задача стояла. Нужно сделать. Слово «надо» для меня было главным в моей жизни. Я не должен это говорить. Я сейчас подведу это к Священному Писанию. Я внутренне духом знаю. Это надо знать. Это пример дает молодежи. Молодежь должна иметь перед собой пример. Я им показываю на Христоте. Апостол Павел не боялся этого сказать. Подражайте мне, как я Христу. Тогда начинает говорить. А где ты родился? А где жил? Вот так. Я пошел в армию. И за время службы в армии свободно научился, изучил английский, немецкий, французский. Вы мне покажите, кто во время службы это делает. Три года потеряно. У меня четыре года. Подводный плод был. Ни одной минуты не потеряно. И изучил за то время все политические системы мира. Сгодится. Одной минуты зря не было прожито. Все это потом сгодилось. И уже после освобождения я далее, уже работаю с книгами. Мне показали 21 октября 2001 года, как компьютер включать. И я издал, он может показать. 38 книг. И три еще в интернетной версии. Они все в интернете, эти книги. На нашем сайте Кистиан День Народ Ру. Я не должен говорить об этом. Но какие книги? В каждой книге это 752 страницы. Вот из этой книги Библия примерно по 3000 выдержек взято. Я знаю, откуда их брать просто дело. Это надо скрыть было. А какие книги тогда людям дам? В прошлом году мы проехали за три месяца одну неделю 240 городов и районных центров. Начиная с Москвы, а живем в Барнауле. Туда съездили, вернулись обратно, по районам. И кончая Владивостоком находкой. И подарили моих книг, только подарили мы. По библиотекам. Начиная Москва, библиотека Ленина. Парламентская библиотека, называется президентская. Историческая. Центральные города, как в Тюмени. Филиал президентской библиотеки. На 3 миллиона 150 тысяч. Только за один год. Я не должен говорить об этом. Потому что никто не знал. А как же город наверху горы? Чтобы все видели. Почему об этом апостолы четко показали? Что город наверху горы не может укрыться. Я просто обязан их звать к этому в патриархию. Я сказал, были когда здесь в епархии. Ну давайте, организуем вместе это делать. Вместе. Мы передадим опыт. У меня опыт полвека. Как адвентисты, пятидесятники приходили и каялись. Принимали веру православную, святую и чистую. Не ту, которую сегодня люди видят и на что нападают. И сектанты это нападают не на православную веру, а на извращение, которое есть. Вот это мощи, там на все, что делают. Ну, они видят-то только глазами. Они ее не знают, как Невзоров. Он ни одного дня не был верующим. Человек, познавший православие, никогда никуда не уйдет. Но его скрыли эту веру. И я это в книгах все показываю на примерах. Я спрашиваю, конкретно моя вина какая? Когда я стал начитывать, я встречаюсь с архиереями. У людей к архиерею по благословению подойти, это беда. Я приезжаю в Москву, ко мне ночью три архиерея пришли. А я мирянин. Ну вы еще найдите такой пример в советское время, когда они вот так дрожат, и три пришли на одну квартиру. Одновременно. Я уж не говорю, сколько священников группами приходили, архимандриты. Почему? На деле увидеть, как это делается. Какие правила, как это вам удалось. Я должен закрыться и сказать, не надо, я боюсь. Вот в книгах пишут, показывали крестное знамение. Так, потом говорят, на грудь, во освещение, счет налево-направо. Я говорил неправильно. Вот эта черта, из-под нее вот такой только, а здесь выше, крест перевернутый. И сейчас у Слободского все показано. Один благочестивый человек нам подсказал. А мы столько лет книги печатали неправильно. Нужно на лоб, на чрево, где пуп, направо и точно налево. Один благочестивый человек. Но все-таки кто-то подсказал вам. Я знаю, мое имя действует на людей, как красная тряпка на быка. Мне это меньше всего касается. Дуйте, плюйте. Но только возьмите, что вам дается. Я ведь не для себя это готовил. И вот книги, изданные мной, но все-таки 38 только в книжном варианте, 95 примерно процентов книг я раздаю даром. Даром? Но чтобы издать-то, мне пришлось около 14 миллионов где-то занимать. И все это позади. Вот сейчас ехать не было я машину. Господь мне дает прямо, говорит, с неба. Куплена машина. Рассчитаться некому. Все на мне легло. Сейчас нам нужно немного, хотя бы тысяч 12 евро. Думаю проехать до Португалии, Скандинавии, Прибалтику захватить. Опять все на мне лежит. Я не должен это говорить. А у меня минимальная пенсия 5300 со всеми льготами. На сегодня, на 2 апреля 2013 года. Чего так трогает людей? Люди не знают, как поклониться. Я им показываю. Поклониться нужно вот так, чтобы рука могла достать пол. У меня три грыжи на позвоночнике. Я на стройке проработал всю жизнь. Три. А одну вырезали. Я вообще недвижимый был. Моя биография очень похожа на Солженисовскую. И я не мог кланяться. И каждый раз говорил, простите, дети. Я не могу кланяться. Я только вот так вот. Я давил и давил, и давил, что-то хрестнуло. И теперь я кланяюсь, вот как будто никогда ничего не болело. Какая моя вина? Я не должен показывать. Я вижу, когда здоровый, не могу поклониться. Я просто показываю. На кого покажу? На Павла. Там поклонов, может, и не было даже. Но я перед вами живой. Ну, сумел это сделать. Зато он, говорит, если один сумел, с остальных уже спросится. Вы тоже могли. Я их увлекаю собственным примером. На людей не действуют слова так, как дела. Ну, а дела-то они должны увидеть. Вот, говорят, дети, беспризорность. Я поневоле должен сказать. Вот пустырь. Мы на пустыре основываем лагерь. Строим все. У нас сейчас там и холодильники. Это все своими силами. Ни рубля за 40 лет мне государство не дало, кроме преследования. Это тысячи детей подняты. Ну, давайте в каждом месте это сделаем, и будет по-другому. А, проклятые евреи, жиды, везде лозунки. Не жиды виноваты, мы виноваты. Вот ко мне приезжает еврей. Ну, уехал-то он уже другой. Он принял Христа и стал православным батюшкой. Наум Израилевич. Бог даст сегодня нынче, опять к нему поедут туда. Ну, давайте по одному еврею обратим, сделаем священниками. Священник, я-то мирянин, я мирянин. Ну, чест всего лишь только. Чего вы завидуете за мной? Гоняетесь-то? Что, на мне разноцветная одежда слишком хорошая? Или снопы мне поклонились? За что они его все предали? И написано, предали из зависти, а никто не знал. Из зависти. Пилат знал, что Христа предали из зависти, а фарисеи не знали. Это такой грех, в котором трудно осознаваться. Это завистники, они ничего не делают. Они лгут все время. А я им показываю, можно жить по-другому. С самой бедности жить. И быть счастливым и радостным. Я знаю, как людей это трогает, когда себя делают. Я говорю, заботьтесь о своем здоровье, они сидят спокойно. Ну, не обращайтесь лишний раз к врачам-то. Ну, молодые делают другое. Ну, за 70 лет уже, куда вы лезете? Зачем? Никак. Тогда я говорю, я еще ни одной таблетки не съел. И к врачам вообще не обращаюсь, не считая, когда меня без сознания привезли на операцию. А что ты себя показываешь? Ну, на кого я? На Пушкина должен показать. На Брежнева. За ними все время реанимация ездила. За мной не ездит. Я держу три голубятни туда-сюда, сную и на велосипеде гоняю. Девчонка одна пишет письма. У меня письма должны проверяться в лагере. Она пишет, баба, здесь такой мировой дед. Он на велике гоняет все время. Ребятишки пишут. Вот им пример. Они играют в игру в дяде Игнатия. Когда мне сделали операцию, привезли меня к пласту, на сено положили. Мне нельзя было сидеть. Время было уже второй час ночи. И весь лагерь ждал меня. Их не могли не положить ничего. Но у меня строго все. Но душа ребенка понимает, как я люблю его. Я покупаю мед и берегу, но ребенок заболел, я от него не отхожу с этой банкой. И они это все понимают, дети. Вы что мне завидуете? Каждый организуйте отдельно детский лагерь. Без призорности у нас не будет. Не будет ее. Конкретно. В моем доме обращается следователь военной КГБ. И он ныне православный батюшка. Один из лучших батюшек. Я боюсь назвать его, сожрут сразу. Но давайте каждый, ну вы-то священники, вы у престола стоите. Пусть через вас по одному придет сотрудник КГБ. И вопрос снят с повестки. В моем доме обращается, я говорил, Геннадий Яковлев. Двоюродный племянник главного идеолога СССР Суслова Михаила Андреевича. Это был работник комсомольского, как, республиканского масштаба. И он в моем доме, в моем, не в вашем. Я должен это скрыть? А вот авито написано так. О делах Божьих следует возвещать, а тайну старевую хранить. Уже было из-за этого известно. Тайну Божию, это тайна Божия. Как Бог трудится. Приезжает ко мне, неоднократно приезжал, есть такой архимандрит, Амбросий Юрасов, в городе Ивановна, он как настоятель женского монастыря. Мы с ним беседуем. Он останавливается среди дороги. Что говорить, это все надо записывать. Нам сухую схоластику преподают. Ваши слова пощупать можно. Пишите, я пишу второй том. Меня побуждает к этому? Я ни в одном фильме не хотел сниматься. Я не искал никого нигде. Мне звонят и звонят. Брат родной звонит. Ну согласись, тебя просят режиссеры. Они не пьют, они не курят. Представляют их. Я что должен делать-то? Они три месяца меня уламывают. Я соглашаюсь. И фильм сразу занимает первое место. Подвинув все остальные фильмы. Как предчувствие было. Уже распределили первое, второе, третье. А он опоздал, приехал. Он сразу их потеснил вниз. Стал первое, первое стало вторым, третье. Какая моя вина в этом? Я просто хочу сказать, какая моя вина? То, что я, я же не говорю, я вышел и говорю. Я должен людям сказать. Вот мы 56 сел на Алтае прошли, заходя в каждый дом. Занося Евангелие, даря в каждый дом. В каждый. А кто приходит на стадион или в дом культуры, это по договору с администрацией района. Не просто так, с администрацией села. Им дарим Новый Завет. Но так я-то никто, это мои братья сидят рядом. Один-то ничего не сделаешь. 56 сел. Мы подарили 30 тысяч Евангелий. Мы сами все покупаем. Что-то нам где-то дают, да, опять же, Гедеона убрать. А теперь только все покупать. Я не должен говорить. Я этим побуждаю, других к этому подражанию. Подражайте мне, как я Христу. К нам приезжает директор библейского российского общества, города Новосибирска. Булатов Алексей Владимирович. Ну мы-то кто такие? Мы же не баптисты. Но они делают дело. И мы участвуем в сборе денег. И он говорит, где бы я ни был, я говорю теперь, у меня на первое место среди всех помощников. Вы, православная крестовозвиженская община, вышли на первое место. А переводят, что он показал, какие тут аэродский, ну, алтайский язык для алтайцев. Не для русских, не для жителей, а по национальности. Какая моя вина, если я об этом сказал? Я должен зарыть это? Вы хотите меня сделать тем, который зарыл свои таланты? А тебе будут возвещаться и будут писать. Писание говорит. Давид был, говорит, я был наименьше. Но меня избрал Господь. Меня предпочел, а не вас, братья мои. В нашей семье десять было. Меня Бог предпочел. Через меня уверуют, брат станет священником. Обратится мать, отец, сестры, братья какие. Я не молчал, потому что. Мой следователь, который допрашивал меня, принимает крещение полным погружением. Я не знаю, где он сейчас. Пищугов Виталий Николаевич. Начальник тюрьмы, Соломин Александр Семенович. Все время потом перезваниваемся. Жена говорит, умер по-христиански. Я когда был в заключении, утром вот встаю, а мне говорят, батюшка, вот вы ночью-то все молились. Так вот, сегодня семь человек с вами на коленях сзади стояли. Вы же не видели их, не оборачивайтесь. И мы вот решили попросить вас, можно мы тоже будем молиться. Ну покажите, где это было, у кого. У баптистов могло быть, у православных нет. Я беседовал и с Зоей Крахмальниковой, Зоей Александровной, с Глебом Якуниным, к слову сказать. Мы лично знакомы. У меня еще не опубликованное интервью с Глебом Якуниным, примерно 16 часов звучания. Вообразите, интервью 16 часов. Я это сказал в КГБ. И они сразу стали просить, я говорю, не дам, я вам не доверяю уже. Вы один раз поступили со мной неправильные, тогда, которые со мной хорошо относятся, Никулин Юрий Михайлович говорит, ну а если в вашем присутствии, я говорю, моем можно. И он приехал ко мне на работу, он меня замучил там. Обычно я закрою сторож, в сорожке лягу спать. Он сидит, все ночь глаз не сомкнет, и привез магнитофон, и сидел, и слушал. И в конце только сказал, ну и мудрец. Вот как. Отца Глеба задолбали, его нету. Но у него этого не было, я спрашивал, ничего не было, что у меня было. У меня непрерывная шла молитва. Я не должен говорить, это опыт моей жизни. Я о нем свидетельствую. Почему Иова вы не обвиняете? Иова говорит, какой он был богат, это о нем говорит. А потом, что делал он, все о себе говорит. Он говорит, какого бедника я не одевал, стадами моими кто одевался. Что он делал? Почему его левая и правая рука знают? Вы не понимаете, о чем? Это главное, это внутреннее. А ты не надмиваешься? А чем? Да, собственно, мне и некогда этим заниматься. Моими пленками пользовались архиереи, монастыри, приезжали и сидели в очереди, ждали, когда я сниму копию и дам им. За любые деньги. Но у меня ни на грамм не было дороже того, что сели чистые пленки по количеству. Златоус это 62 пленки, 375 метров, каждая 8 часов 20 минут звучания. Ну давайте, кто слушает это, кто это сделал? Проспали Россию? А если бы все делали, как я, наверное, по-другому было бы. Я почему должен молчать об этом говорить? Меня Бог избрал. И я все сказал в пророческом духе, ничего не прибавляя. Это моя жизнь, моя. Вот священники сидят, развалившись, разлепешились в благочине. И не знают они уже как-то до мной поизгаляться. Я помню, в орден отец Александр, прекрасный человек, благочинный там Красноярского края. Местный благочинный войтович отец Николай Павлович. Не придирайтесь только, что называю Павлович, скажешь, но отца Николая так... Ну я говорю, чтобы знали что-то не ошибочно. А вот вы начитали, а теперь вас везде слушают, даже в Австралии, во Южной Америке, а к вам гордость не подходит. Понимаете, они о моей гордости заботятся. Пользуются мои материалы, недоспанные ночи, мое здоровье. И он же надо мной еще и изгаляется. Я доделаю вид смиренного человека, конечно. Внутри-то, конечно, у меня не то бывает. Думаю, эх вы, отцы. Да если бы вместе, то мы объединились. Сколько бы мы могли сделать, но мне нельзя слово сказать им. Они мне, говорится, не жуя выплюнут. Но у всех мои пленки. И когда он заказывает, я из разных журналов перезаю картинки, надписи. Тогда ничего не было, чтобы показать. Свет во тьме светит. Приклеить туда. Каждая обклеена с трех сторон. И ему в руки дается. Да ведь из того, что мы делали, это около 90% делали даром. Покупали магнитофоны. И дарили бабушкам. И в разных местах слушали. Кто этим занимался? Я просто перечисляю. Я не могу об этом молчать. Это Божья милость. Павел говорит, не я. Благодать во мне. Православные знают. Да, действительно. Жития святых это были настольные книги, когда Библии не было. Чихиминеи называли. Считали. Кто знает, где это написано? Ну как, один китайский товарищ сказал. Я решил сделать книги эти известными. Начитал 12 томов. Составил сопроводительные документы. Теперь все это разбито по файлам, стоит на моем сайте. И каталог составлен на каждой житии. И еще цифра стоит, сколько в книжном варианте страниц она занимает. Понимаете, это вся работа проделана была вот этими руками. Вот этой головой. Никто не насчитал. Только моим голосом. Какая моя вина в этом? Но за меня есть когда-то и тысячи, а может и миллионы. Которые нашли путь. Которые звонят мне с Англии, с Америки, с Астралии, там до Португалии. Вот через ваше то, что мы слышали. Мы нашли этот путь. Мы обрели Христа. Вы обвиняете это. Я понимаю, что это обвинение не от людей, а от сатаны. Ему желательно, чтобы все законопатить нигде ничего не было. Давид не боялся говорить. И говорит как? Ласкательствует передо мною. Лежут прах ног моих. И далее все это говорит. Почему он не боялся выставить себя? А потому что он только. А враги как прах, как солома, возметаемая ветром. Я по слову Божьей сейчас подтверждение хочу дать. Если я согрешил в этом, тогда вопрос другой. Вот это мы прочитали отца Кирилла. Так это маленькие совсем. Вот это в моей книге тут написано. Вот я выезжаю в город Новосибирск. Ну там-то проповедник своих хватает. Но договорились со мной. И они делают так. Три класса в один класс сбивают. Два-три класса. Два-три класса. Я тут только выступил час. Прошел там 45 минут. Я через коридор прохожу. Следующий. Там уже два-три класса. И вот однажды за мной ходила завуч. Она сопровождала. Порядок наводила. Это у меня в книге здесь отображено. А так как я все записывал на мантафон, все разговоры у меня прямая речь. Прямая речь. В кавычки взятая. А кто поверит? Так у меня пленки-то целые. Голоса слышны. И она говорит. Вот я с вами хожу уже пятый день. Вы в день проводите 4-5 занятий. И все новые люди. Вам нужно сделать вступление. Ваше вступление занимает чуть ли не половину времени. И ни разу нигде не повторили вступление. Я, говорит, такого не слыхала и не видала. Но одно вступление, потому что вас главное о Христе сказать, да? Как оно все могло быть у вас разное? Я, говорит, еще даже намека нет на повторение. Вот отец Кирилл говорит, нет повторов. Это Бог дает. Бог. Я преподаю в университетах 17 лет только в одном АГТУ. А это 21 тысяча студентов могли туда заходить. И начинаем мы с Орё Небесной. Молитву эту верующие знают. Я ей объясняю по 20 минут на каждом занятии. А это 8 занятий. Выходит так, 2 раза в неделю было. Ну умножить на 4. Это 8. Ну хотя бы 5. 5 и 8, 40. 40 до следующего года полтора. 60 раз. По 20 минут. Или иногда по 25. Я объясняю только одну эту молитву. Никаких повторов. Одну молитву. Священники, когда слышат это, откуда вы это знаете, у святых вроде не так написано. Да, я всех святых этих прочитал и сделал вывод. Нужно сделать понятнее. Когда говорят, а что такое уныние. Вот здесь особенно. Там Марк, Исаия, что говорили эти. Аввы, аввы. Это не апостолы, не пророки. Я ответил простыми словами. Плохо сделана работа. И все объяснил. И все согласились. У меня свои наработки на это есть. Я не просто читал и все. Я все конспектировал. Все абсолютно. Но 50 книг. Но сегодня, возьмите время, это уже перестроено давным-давно. Материалы о крещении. Вот это к истинному православию книга. Я почти 40 лет собирал материалы. Я должен это указать в предисловии-то. Но вы же говорите о себе. Ну а о ком я говорю? Говорит, ну ты собирал, давай твое имя подставим. Вот они здесь писали. Балашов и Судников. Они поставлены. Ну а ее не видно просто. Я мог бы открыть здесь и показать. Вот оно где. Для слова Божия нет уст. Ну и далее. Вот заголовок хотя бы прочитать. Что тут? Первые слова. Все документы, предлагаемые читателю, связаны с одним человеком, Лапкиным Игнатием Тихоновичем. Но не он главный герой этой книги. Главный герой Слово Божие. Понятно? Это из документов. Разных газет, журналов, местных, районных, центральных, зарубежных. Я все собрал. Это средств нашей истории. Теперь смотрим. Мне мнение этих людей интересует или нет? Златоуз говорит так. Мнение неверующего для нас. Это пискомара, жужжание жука, крик ворона. Все. Для меня это нисколько не больше значит. Хвалят они. Я говорю, у меня болит зуб. А в Австралии большие портреты на заборах мои. Мне от этого легче? И все заботятся. А чего заботитесь обо мне так? О своей душе так не заботитесь? Вы посчитайте Кремлину вторая глава. Вот когда человек говорит, а не делает, вот это осуждается. Гнушая свидалу, святотатствуешь. Говоря не красть, воруешь. Говоря не прелюбодействуешь, прелюбодействуешь. Здесь по-другому. Один священник сказал так. Да, на вас нападок много и прочее. Но вы абсолютно недосягаемы и неуязвимы. Я говорю, а почему? Ну почему? Они не могут ничего сделать-то. Они ничего не могут найти в вас. И когда они лгут, я благодарю Бога, Господи, за счет моей тайной грехи, какие-то там скрытые, и они должны где-то выискивать. То есть лгут. Ты снова меня прикрыл благодатью Твоей. Я для них неуязвим. Это говорит не кто-то, а говорит благощинный, и который все это исследовал и нашел. Неуязвимы для них, потому что за вами ничего нигде нет. А Давид говорит, если бы я знал что-то за собой, то я страшился бы многолюдного общества. Это где написано? Это написано у Иова. Я не страшусь многолюдного общества. Моя жизнь вся открыта. У нас какие идут собрания в лагере. Все абсолютно снято. Никакой купировки нету, никакой стилизации, никаких вставушек. Я вообще этого не признаю. Это моя жизнь, куски моей жизни. Это моя мозаика. Далее. Первое Коринфянам, 15, 10, 11. Считай. Громко только. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Ну, можно проповедовать, но никто не уверует. Я могу сказать, уверовали. Мне пришлось в одном собрании баптистов говорить, примерно 450 человек. Пересвитер встал и выразил мнение. Мы сегодня же готовы все принять православие. Покажите мне, у кого это было. Здесь такие были ИПХ. Ну, они ни паспортов, ни детей не пускают. Ну, как вот пензенские затворники. Почти. Но в моем доме, в моем доме, 32 человека сразу пришло, в течение полутора месяцев примерно. Все они получили паспорта, после этого дети вышли в школу. Это так тронуло местное краевое КГБ, что они ко мне на работу приехали, и говорят, ну, вот подумали, там в Тайге, в Красноярске сколько людей. Как бы вас туда забросить-то? Мы ничего не можем сделать. То есть ко мне обращаются люди не моего масштаба. Мне говорят, вы еще успеваете сделать только потому, что вы еще и, ну, как бы вперед просчитываете свою жизнь. Не просчитываю. Я отказался. Говорю, вы меня дорогой сбросите, и все. Да вы что? Да как? Ну, ребята, я вам не доверяю. Где надо, я сам найду. Мне полигон не надо искать. И далее. Значит, кто? Это благодать Божия. Как-то выступал Жириновский, и там у него схватка была с Пугачевым, Аллой Борисовым. Она начала наняла, а он ей, да вы все, начал говорить, певички, под какого императора не ложились, начиная со Сталина? Тихеньким голосом. А мы кричите, она говорит, да, такой я есть, такой есть. Принимаешь или не принимаешь? Да, я вот такой, какой есть. Я глухой. Я не слышу. И поэтому я громко говорю. Ну, это понятно. Кто дело имеет с глухими людьми, знает. Я не хочу это, мне кажется, что все должны слышать это. Ну, и голос Бог дал мне слышать. Дальше. Якова 2 глава 18 стих. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Я и показываю мою веру. Перед Господом похвалиться, хвалящийся хвалить Господом. Я везде, везде вижу моего Господа. Везде. Вот у меня распорядок дня, мы встаем всегда в 4.40. И кто бы где ни был, все это наши люди. Я показываю, что это делает Господь. Симфонию на житие святых, почему до меня никто не составили? Я ее составил. Теперь есть симфония. Легко найти по одному из событий. Она не по смысловому порядку составлена. Я ее составил. Да, почти 5 лет я над ней работал. Но почему до меня никто не сделал? Я называю такие вещи, которые я просто обязан сказать. Она необходима, эта книга была. Все говорят, ой-ой, как она необходима. Тогда был еще, может быть, просверенный какой-то Иннокентий. Так у меня в 8-й том на стройной книге священнослужители хотели в патриархии напечатать. Еще при Пимене. Я отослал, а у меня были только конспекты. Они не могли разобраться. А теперь я сам издал книгу. Более еще расширил. Но это мне Бог доверил. И я выполнил работу так, как мог. Кто лучше сможет, ну пускай. Далее. Еще есть дореволюционное издание симфония на неканонические книги. После издавали. Я их все знаю. Все они сделали непрофессионально и ими плохо пользуются. Я издал симфонию на неканонические книги. Она примерно в 1,6 раза полнее их. А во-вторых, без пропуска единого слова. А то же компьютерная программа помогли. Но до этого я составлял ее вручную. Вручную. В течение года. И сам ее отпечатал на машинке десятью пальцами. И сам переплет. Я переплетчик. Когда люди узнают, это абсолютно невозможно. Благословен Господь. Он указал. Я показываю, что пришлось сделать необычного. Второе. Вы знаете, есть канон Андрея Критского. Ну, худо или бедно, больше тысячи лет. Скажем так, тысячу-двести лет. Тысячу-двести. Молится каждый великий пост. Я спрашиваю, вплоть до архиерея. Скажите, а чем вызван этот псалом? Что он написан для оглашенных и для падших. Он не написан для людей, которые приняли Христа, живут по заповедям Божьим. А как так? Ну, считайте, что он говорит. Пятьсот два события из Библии берет. Помилуй меня Божью, помилуй меня. Больше ничего нет. Я говорю, почему. Чем вызван написание Псалома 50-го? Грех. Отнял жену, а хозяина убил. И предисловие Давид сам написал. После того, как приходил на Афан, там дальше о Версаве, и все написал. У Андрея Критского это самое было. Он был архиепископ острова Крит. И при нем был Шестой Вселенский Собор. Это седьмой век. И он подписал анафему этому собору. А потом пришел в чувство, дезавуировал свою подпись, и всю жизнь каялся, плакал. Вот чем вызван Псалом. Я не подписывал таких воззваний. И соединяться с этим его каноном я могу только третью часть. Вторую надо возвести на благодарность. И я ее переписал. Везде припев другой. Благодарим тебе, Боже наш. А третье, третье словословие ангельское. Третью часть. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. И оно и изданно в интернете стоит. А почему никто? Да откуда мне знать? Почему не почему? Я знаю духовно, что человек, рожденный свыше, он духовно растет. Он идет по ступеням. Видимо, задержимся. Придется здесь, пусть идет, как и получится у нас, два файла. Дальше. Вот я сегодня показывал вам. Если можешь, покажи мне эти две крайние книги вон там. Не-не-не, с той стороны. Это Блаженного Феофилакта Толкования на Новый Завет. Вот я тебе немножко покажу. Вот у меня дореволюционное издание. Подержи, пожалуйста. Вот дореволюционное издание. Посмотрите, какое оно как. Не знаю, видно, нет будет. И вот оно есть. Если я вот здесь вот открываю где-то, ну пойми немножко, посмотри, как оно есть. Все места, которые из Евангелия, на каком языке, как оно считается. Где написано, какая глава, какой стих, какая книга, вообще неизвестно нигде. Но это уже было толкование. Дальше. Вот издает Австралийская Новозеландская. Это Турбежная церковь. Тоже издает. И вот, смотри, вот стих. Какой стих? Неизвестно. Как оно считается? Я не знаю, видно или не видно. Так. Вот как они были изданы. Ну и изданы, да и изданы, положи туда. Никому нужды нету? У меня сердце сразу заболело. Да читать-то невозможно. Так, Володя, дай-ка второй том. Там у тебя внизу. Смотрите, как я издаю. Я его сначала конспектировал, по нём вёл занятия. И, наконец, решил переиздать. Переиздать, при том, в самом лучшем варианте. Сегодня я скажу, по восьми параметрам она лучшая во всей мировой практике. Впервые за две тысячи лет вышла в одном комплекте, трёхтомник, по 750 без страницы. С толкованием откровения. Вот оно как. Любое место, как оно выглядит, видно, где взять, откуда, жирным курсивом. И, кроме того, я сделал 297 комментариев. Высветил те места, где говорится о необходимости изучения слова Божьей проповеди. Мне говорят, ну это всё-таки уже 900 лет назад было. А почему никто этого не сделал? Меня замучили от него. Почему? Я никогда об этом не задумываюсь. Я знаю, нету и должно быть. Всё, я приступаю к работе. Никто не идёт из православных благовестовать. Мы проехали столько, едем сейчас по Европе, Прибалтике, опускаемся к Южным Республикам. Да к тому бить будут. Я хочу к Рамзану Кадырову попасть, к Папе Римскому. В английскую библиотеку центральную, в Сюрихскую, где Ленин сидит. А может быть кто-то и примет. Может быть. Уже сегодня мне сообщают, собирают людей в разных странах. Договорятся со священником, вплоть до епископа. Какая будет встреча с диаспорой нашей, с Русской? А почему этого никто до вас не делал? Я говорю, вопрос, вот я уже много раз отвечал. Не знаю. Не знаю. Я просто молюсь. Я вот прочитал 118-й Псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Для меня этого достаточно было, чтобы я не менее семи раз каждый день молился. Это три святоя и сто поклонов. Со всеми нужными, всем святым. Но я православный-то. Не менее семи раз. Но иногда бывает 18 и 20 раз. Это должны быть ночные, дни и молитвы. Да кого я этим хвалит? Я хвалюсь моим Господом. Ты попробуй вставать в определенное время, с точностью до минуты, без будильника. Когда тебе на молитву нужно поднять. А у меня это в тюрьме было. Ни разу не проспать. А лампочка горит круглые сутки. Это было удивление для всех стражников. Для охранников, как их дубоками называют там. Охрана. Для всех заключенных. Просто одно, что в 8, 10 отбоя, в 8 мертвая тишина в камере. 60-70 человек. 2-3 человека не курящие. Моют тщательно руки. А даю Новый Завет. И ни один не закурит. До этого старший по камере там пахан за этим смотрит. У меня не просто уважение от них, как к доктору Гаазу было. Меня захватывали с ножами. И обязательно бы хвост оставлял из средних. Говорит, да это он. Тогда задержали нас, он помог нам и прочее, прочее. Это моя биография. Но вы хотите подражать? Подражайте. Выходите сегодня. Вот мы знаем, погибло за последние 15 лет 17 тысяч поселений российских. Это потеря страны. Здесь выступала депутат АКП РФ Нина Данила. Она говорит, это не просто из реестра администрации вышибнут поселок. Это по...